МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снимаем сегодня торжевое тесто, слоеное, на круассане. Все очень просто, как всегда у нас. Мы берем полкило муки, полкило ровно сюда высыпаем хлопчик. Дальше у нас здесь 15 граммов соли в один конец. В этот же край держи 60 граммов сахара, 25 граммов свежих дрожжей или ровно в половину меньше сухих, то есть 12-13. Мы их в другой край, чтобы они не интактировали с сахаром и солью, а то иначе они умылись. Вот так. Дальше у нас здесь 100 граммов сливочного масла. Раз, сюда. И теперь вот это ставим в миксер. Нашим лепнем крюком. Начинаем замешивать. Все, начался замес. У нас здесь вода, 130 граммов. И молоко, 90 граммов. Все, все это сюда вылили. Минут 7-10 замешивается. Прошло 3 минуты. Честно, все собралось. Но нам нужно, чтобы оно стало гладким, промешанным и симпатичным. Потому что мы увидели его, как оно будет, когда уже хватит замешивать. Ну вот, прошло 10 минут. Тесто у нас готово. Все прекрасно смешалось. Оно гладкое. Но ему нужно еще отдохнуть. Отдыхать оно у нас будет в общей сложности 4 часа, 2 часа в холодильнике. И потом 2 часа в морозилке. Вот. После 2 часов отдыха в холодильнике мы с вами пойдем, посмотрим на него, как оно будет выглядеть. Но прежде чем мы его берем туда, что нам надо сделать? Нам нужно его завернуть. Видите, какое вообще оно не липкое. Прекрасное. Нам нужно его прежде всего сформовать в шар. Мы помним, да, что тесто любит, когда оно в виде шара. И нужно его завернуть в пленку. Вот, заворачиваем в 2-3 слоя. Обязательно вот хорошенечко вот так. И потом еще поперек. Зачем нужно так плотно, чтобы тесто в процессе подъема своего в холодильнике, оно будет увеличиваться, чтобы оно пленку не порвало и не заняло у нас весь холодильник. Все, вот так вот достаточно. Обрываем, раз, все, на 2 часа в холодильник. Увидимся. Смотри, вот наше тесто полежало в холодильнике. Вот оно вздулось. Такое все плотненькое. Теперь мы его убираем еще на 2 часа в морозильник. Это чуть-чуть дубовенькое. Пока оно будет отходить, мы сейчас подготовим масло. Итак, пока у нас там отходит наше немножко подглебевшее тесто, мы подготовим масло. Для этого я сделал такую конвертку с пергаментом. Вот так вот его складываем. Вот, для него будем масло подготавливать. Вот масло. Нам нужно 250 граммов масла. Вот, положили. Чуть-чуть подглавим. Так. Так. Дальше скалочки. Итак, в общем, вот мы подготовили наше масло. Теперь нам нужно его убрать в морозилку. Пока оно будет в морозилке, мы подготовим наше тесто, которое вот у нас потихонечку отходит. Так. Якобыbre. Так. Хотя. Мы раскатали наше тесто, все равномерно раскатали, так, чтобы мы могли в него завернуть наше масло. Теперь мы будем в своем масло, выкидывая, что нам надо будет судьбу завернуть. Так, и все, теперь мы сделаем вот так, мы чуть-чуть приложим, и вот так, оп, вот так, все, и зажимаем все края. Так, вот мы завернули наше масло в тесто, теперь что мы делаем дальше? Здесь у нас складка, как у книжки, и мы поворачиваем наше тесто так, как будто это книжка, как будто мы ее будем открывать. Вот так вот. Вот, и раскатываем мы в длину. Подгуляем чуть-чуть. И первым делом, что мы делаем чуть-чуть сверху. Смотри, что мы делаем? Когда мы начнем раскатывать, наше масло начнет хотеть вылететь от обеих сторон. Чтобы этого не произошло, мы сначала чуть-чуть вот здесь, и вот здесь вот масло подмяли. А теперь, начиная с середины, мы катаем вперед и назад. Места маловато, вперед и назад. У нас тут где-то столб сантиметров 60, вот мы на него и ориентируемся. Так, вот мы раскатали в длину всего стола. А теперь делаем простой пляж. Вот так. Чуть-чуть подкатаем. И вот тут вот точно так же и подкатаем. И теперь мы этот пласт теста убираем на полчаса в морозилку. Через полчаса мы сделаем ему еще два пляжа. Я вам покажу сложных. И все, и готово. Все, тип-топ, через полчаса увидимся. Так, вот тесто у нас еще полчаса отлежалось в морозилке. Теперь нам осталось последние два раза его прослоить. Так, это выбираем. Помните, что вот у нас складочка. Как будто книжка будет открываться. Ну и все, значит, как в тот раз. Сначала чуть-чуть здесь, с обеих концов мукой. Не забываем. И все, и катаем из середины вперед и назад. Вот, снова я раскатал нашу дыну своего стола. Совершенно не так вот сделаем. Вот так. Теперь мы складываем следующим образом. Мы здесь сложим чуть-чуть. Обязательно не катаем скалочкой. А дальше здесь складка должна быть больше. Сейчас я прокатаю и объясню зачем. Мы это делаем для того, что я сейчас буду складывать еще раз. И если я сложу эти два конца одинаково, то у меня следующее место складки будет ровно на стыке этих двух концов. И когда тесто будет подниматься во время вытачки, то оно будет все подниматься криво. А если я сделаю вот так, как сейчас, что у меня одна стыка больше, чем другая, то в итоге вот у меня здесь стык где-то тот. Получается только так, как надо. Еще чуть-чуть прокатаем. И сразу же вторая скобка. Слово, как книжка, кладем. Опять здесь, вот тут и раскатываем на всю длину стола. Теперь еще один раз. Точно так же здесь складываем. Немного муки было. Излишки муки лучше убрать. А то иначе если не слипнуть, то будет неудобно потом раскатывать. Так. Прокатаем. Чтобы все другое скобки было. Так. Опять прокатаем. Последний раз. Сложили. Теперь еще разочек прокатаем. Просто придадим ему более тонкую форму, то он толстый и с ним неудобно будет работать. Все. Больше мы его слоить не будем. Этого более чем достаточно, то что мы сделали. Вот так. Самый основной момент, когда мы делаем слойку, следить, чтобы тесто не прорвалось и масло не вырезано наружу. Этого легко избежать, если температура и маска и тесто всегда будет одинаковой. Поэтому катать нужно быстро и в холодильнике, ну лучше в морозилке полчаса, ну или час в холодильнике. Я люблю морозилку так быстрее. Вот и все. Прямо сейчас с ним работать нельзя, ему нужно дать отдохнуть. Снова полчаса в морозилке. И потом мы можем раскатывать и формовать чехотины. Все. Прямо же. Хорош,olf. Ублайс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великолеприюсу.